Поднялась температура без паники. Медики советуют сделать три важных шага. Лечь в постель, пить больше жидкости и вызвать врача на дом. Если у вас есть серьезные симптомы, высокая температура, признаки затруднения дыхания, то есть те симптомы, которые действительно беспокоят и которые, ну так скажем, вызывают серьезные опасения, об этом обязательно нужно озвучить человеку, который принимает вызова. Обычно при наличии таких вот серьезных симптомов вызова обслуживается в первую очередь. Если появился кашель, то торопиться пройти компьютерную томографию не нужно. Специалисты говорят, что это серьезная нагрузка на организм. Поэтому КТ назначают строго по показаниям врача. В большинстве случаев кашель вообще не имеет отношения к поражению легких. Он обычно возникает в начале заболевания и он связан с растражением верхних дыхательных путей. Горло болит, горло першит и соответственно рефлекторно возникает кашель. В этом случае компьютерная томография не показана вообще. Безусловно, если у пациента тяжелое состояние, если у него высокая температура, у него есть аускультативные признаки, у него снижена сатурация кислорода, так называемое, да, содержание кислорода в крови. То, что говорит уже о развитии тяжелой пневмонии, ну это выраженные клинические симптомы. И здесь, конечно, компьютерная томография проводится, ну что называется здесь и сейчас, максимально быстрые сроки. В остальных случаях врачи советуют отложить проведение компьютерной томографии. Отложить на пятые, седьмые сутки заболевания. Почему? Во-первых, к этому времени уже понятна динамика. Многие пациенты на фоне 5-7 дней приема противовирусных препаратов, попросту говоря, начинают выздоравливать. И компьютерная томография становится ненужной сама по себе. Какие-то пациенты на фоне противовирусной терапии, нет положительной динамики. И вот здесь как раз встает вопрос о том, чтобы посмотреть, а нет ли там осложнения. Снизить риски заболевания поможет соблюдение уже давно известных мер защиты. Обработка рук, антисептики и, конечно, масочный режим. Если человек в маске, при кратковременном контакте, если на вас неудачно дыхнули, чихнули, кашлянули в вашу сторону, маска, безусловно, снизит риск заражения многократно. Поэтому все, что касается пребывания в общественных местах, в местах большого скопления населения, пребывания на рабочих местах, это тоже очень важно. В сезон подъема вирусных заболеваний важно одеваться по погоде, ведь защита организма от инфекций, в том числе от коронавируса, может временно понизиться из-за переохлаждения. Вовремя позаботившись о своем здоровье, можно стойко перенести сезон вирусных заболеваний. Анастасия Плюснина, Шамиль Гулиев, Тобольское время.